Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Обсудим комментарии уральского канала. Сразу же говорю, что уральский – это не означает весь Урал. На Урале живут замечательные люди. Это лишь касается нашей парочки – Сафара и Уралочки. Ну или немножечко по-другому – Таджика и Уралочки. В общем, ребят, сегодня Сафар не все комментарии поглотал. Видимо, не успел. Видимо, накрыла неземная любовь и уже, наверное, летал в облаках от счастья и не хотелось чистить. Но всё-таки я нашла перлы. Ребят, с некоторых просто угорало. Правда, решила поделиться с вами. Хотя, который раз говорю, что неохота обсуждать это лизоблюдство их канала, да, в комментариях, где даже боятся спросить и постоянно такие вот вопросы перед комментарием, перед тем, как задать вопрос, пишут. Позвольте спросить, боюсь спросить, разрешите спросить. Ребят, это уже просто у людей какой-то страх перед этими королями и королевишными. Королём и королевишной. У которых вместо трона качелька и плоскорез вместо меча. Ну, значит, что у нас там сначала? Ольга Косиш, ты из нас дураков не делай. Сафару не нужна. Твой работник не нужен никому. А тебе сойдёт. Юль, ну, прям-таки никому. Вы посмотрите, сколько там баб завидуют Оле. Как выхваливают Сафара. Некоторые даже мечтают себе такого заиметь. И даже, представляете, вот пишут с квартирами, да, предлагают себя. А Сафар так любит Олю, так любит, что ни за что, ни на что не променяет. Ой, Оля, бабы дуры, не обращай внимания. Невооружённым глазом видно, что вы живёте душа в душу. Никуда твой Сафар не денется. Не хотел бы тебя, не стал бы сразу жить. Искал бы другую. Ирочка, ну а где такую другую найти? Ну, где найти, чтобы было две квартиры? Ну, в принципе, сначала-то была одна. Ну, понятно, что в будущем, конечно, было бы две. Всё у него продумано. И ещё дача. А тут ещё машинёхонька намечается. А сейчас ещё рубят бабло с Ютуба. Детей содержать надо. Для детей нужно будущее. Поэтому он точно никуда не денется. А это просто, ребят, угар. Жимолость природная Виагра. Пусть Сафар побольше её кушает. Елена, пожалейте Сафара. Ну, зачем вы так? Предлагайте ему Виагру. Она его и так выматывает, я имею в виду Олю, чтобы он не мог ни о чём другом думать, как только лечь и отдыхать. А вы про Виагру. Оленька, добрый день. Шланга нет такого слова в русском языке. Шланг мужского рода. Пожалуйста, прочитайте хоть один раз комментарий и прими к сведению. Я за тебя волнуюсь. Тебя смотрит весь мир. Надежда Титова. Видите? И она так волнуется, чтобы только Уралочка не позорилась. Да. И такое лизоблюдство, что аж тошнит. Ребята, вы молодцы. Сафар любит тебя, Олюшка. Завидуют многие русские бабы тебе. Это точно на миллион процентов, потому что у них нет такого Сафара. А если и есть, то Ванька-то забулдыга и лодырь конченый с кучей ошибок. Ну да. И хотелось бы мне узнать, Гульсара Карлин, где вы, интересно, живёте, что вы так ненавидите русских мужиков? А русские мужики – это пример очень-очень многим мужикам. Но вам, видимо, не повезло. Да, вам достался конченый лодырь. Поэтому вы сидите и заливаетесь солюной на Уральском канале. А да, с тобой нашёл себе красавицу. А жена, а дети его устроился под бочком. Блин, зла не хватает на этих мужиков-предателей. Жену жалко с рогами. Петимат, вы знаете, мне кажется, что Оля, она тоже с рогами. Потому что, ну, в Таджикистане таки есть жена. Двое деток. И он их очень-очень любит. Я уверена. Камера действительно увеличивает. Оля правильно сказала. Какая есть, другой не буду. Ага, точно, ребят. И порции увеличивает, и Олю увеличивает, и кастрюльки тоже увеличивает. Лучше тебя, Оля, Сафар, никого не найдёт. Не переживай и не обращай внимания на всякий мусор. Да, действительно, Амина, сейчас сложно найти такую, как Оля, с двумя квартирами, с дачей. И чтобы ещё умела наматывать на свои уши лапшу. Но вариантов-то у неё и нет. Поэтому всё она понимает. Она всё понимает. Ну, вот она просто его любит. А дальше уже, да, очень такой дельный комментарий. Оля, не ревнуйте Сафара, нормальные женщины с ним не станут. Мне 51 год, но я бы с ним на одном поле сарать не стала. Настенька, вы представляете, а подписчицы Олькины так и не считают. Они готовы в очередь стоять за таким Сафаром. Ну, это, наверное, от несчастья и отсутствия личной жизни. Оля, а ты ей напиши с квартирами и никому нахрен не нужна, а не завидует вашей любви. Ребят, я в шоке с квартирами и никому нахрен не нужна. Вот, на самом деле, знаете, мне почему-то кажется, что вот всё, что она там трепещала в видео, это просто постановочная речь специально для того, чтобы побольше комментариев написали, побольше этого лизоблюдства было, и чтобы говорили, какая она красавица, никуда от неё Сафар не убежит, что она лучше, ну и всякое прочее. Вы думаете, кто-то ей там писал? Сомневаюсь. Это у людей зависть. Вот откуда, ребят, всё ползёт и ползёт к нам эта зависть. Там зависть и переносится к нам эта зависть. Вот правильно Иришка сказала, что зависть, она огромная, да, и состоит из много чего, да, чему завидовать. Вот хоть бы что, кто когда написал, чему там можно завидовать? Огороду, на котором ничего не растёт, с залитым химией? Или весу Оле? Ну, или таджику? Ну, чему там можно, ребят, позавидовать? Хоть бы раз кто написал. Ну, нет, зависть завидуют. Ну, а по сути, сами аж захлёбываются от зависти. Порошок по кайфу. Ну, Сафар шутник. Ну, Влада, тут может быть совсем и не шутки. Порой, когда он смеётся, то, знаете, уже начинаешь задумываться, что неспроста, неспроста этот сумасшедший смех. А как у вас по любви огромной? Старая больная женщина. Рядом молодой мужик без жилья. Семья – это там, где дети, общий дом. Люди строят совместное будущее. Не обижайтесь, что у вас всем понятно. Ему выгодно и удобно. Действительно, Валентина, я не знаю, как даже устоял этот комментарий. Возможно, он пойдёт под снос, так как там он советует все неугодные комментарии сносить, а оставлять только самые добрые, да, тёплые комментарии, чтобы уже реально Оля могла благодарить за добрые, тёплые комментарии и пожелания. А относительно семьи – да, это действительно так. И я уверена, что есть у Сафара и любимая женщина, и дом, и дети. Но любимая женщина – это не Оля. И семья – это не Оля из Сафар. Семья – это там, в Таджикистане. О чём этот ролик? Сафар на расхват, а вот это счастье только Ольге и досталось. Влюблён по собственному желанию. Зачем всё этому солить? Неприятно всё слушать. Все комментарии подстрижены, как помидоры. В общем, не жизнь, а малина. В это страшное время, где война, льётся кровь, гибнут люди. А здесь райская жизнь с водой по расписанию. Если мой комментарий удалите, сразу от вас отпишусь. Александра, вы знаете, они его удалят. Возможно, не сразу, потому что им такие комментарии не заходят. И вы знаете, отпишитесь вы, они накрутят новых. Это у них на Ютубе неплохо получается. А вот на Дзене слабо. Оля, купите препарат Искра или ещё препарат Скор, и муравьёв тли и всякой гадости на цветах не будет. Вы представляете? Всё, всё капец. Завтра пойдут за Искрой, за Скором, и дальше будут лить, беспощадно лить и убивать муравьёв. А мы потом удивляемся, да, зачем льют столько химикатов. Вот пишут им, пишут, а они всё льют и льют. Олечка из Сафар. Добрый день. Не думала, что у вас столько недоброжелателей. Просто ужас. Я тут увидела ролик с названием «Вишенка на торте». Столько яда у этой женщины, не стесняясь, хает вас. Мне кажется, это просто зависть. И тут я, ребят, рухнула. И какая злобная. Ребята, дорогие мои, нелегко вам. Только не падайте духом. Мы с вами. Сколько у вас друзей. Удачи, успехов вам во всём. Привет, искусственная Казахстан. Мои хорошие, кто помнит эту меня, но шёл Вику Галину? Помните, как она у меня строчила комменты? Помните? И тут она мне сделала такое доброе дело. Пропиарила. Ну и в ответах девять было. Ой, как получила за то, что пиарит мой канал. Думаю, что коммент снесут. Ну, а может и не снесут. Может быть, я всё-таки нужна уралочке. Хоть бы, слушайте, приплачивала мне. Хотя, вы знаете, я на деньги не падкая. Пусть бы лучше нашила мне для кошек Папон. А то чё-то как-то магазинные не очень. Она же швея. Хотя чё я плету, ребят? От неё ты хлеба с водой в голодную зиму не дождёшься. Хватит ходить и нахваливать мужика. Он должен не в огороде пахать, а на шахте. Аж противно слушать. Пусть идёт воюет. Наши дети там погибают. А он за твоей юбкой прячется. Позорник. Гюль, читай. Никуда он не пойдёт. Ему и так хорошо. Вы представляете, что он сам как на войне. Мне иногда, знаете, вот жалко его становится. Хотя у него своя цель, личная. Но вы представляете, зная, что там далеко есть любимая и двое деток. А ему приходится. Просто приходится. 24 на 7 находиться с Оленькой. Да. Ну вот за это, наверное, она его и нахваливает. Ну ещё, наверное, хочет, чтобы все обзавидовались. Ты с ней по любви или за деньги? Ну, тысяча долларов не деньги. Значит, по любви. Анекдот. Знаете, ну вот тут как бы как хочешь тысяча долларов. Тут ещё можно добавить. Квартира две штуки. Дача одна штука. И скоро-скоро машинёхонька. Хотя машинёхонька вопрос. На права там ещё не с донюхольки. Сафар, Оля, привет. Та дура, которая пишет всякие гадости, она не только про вас, про всех пишет. Человеку реально делать нечего. Влазит в чужие жизни. Это мрази. Вот, вот. Новые оскорбления на канале Ольга Уралочка. А Оленьке с Сафарчиком она желает счастья. Кстати, а кто же та дура, которая пишет всякие гадости? Не подскажете мне, и где пишет? Вроде как какая-то дура писала и Оле, и Сафару. Я понимаю, в личные сообщения. Ну, вообще, ребят, это полная чушь и сказки. Как с тем котёнком, которого спасала Уралка. А вот смотрите. Оля, как я вам завидую. В баньке париться это романтика. Он и вы. Ух, ребята, ну это трешняк, а не комментарий. Ольга Зотова завидует. Хотя, не знаю, может быть, это на самом деле Стёп. Но она пишет, что завидует баньке. А вам не жалко Сафара? Вы завидуете Оле? Ну, пожалейте вы мужика. В конце-то концов с этой банькой. Быстро вы мой комментарий проглотили. Прям удавы. Научитесь принимать правду такой, какая есть. 57 лайков. Да, они удаляли и будут удалять. Ирочка, вы понимаете, что им такие комментарии, да, критические, настоящие, дельные советы им такие не нужны. Им надо вот это вот всё, чтобы их хвалили, чтобы их обожали, боялись у них спросить. Вот что им нужно. А критика им неинтересна. Да и советы дельные тоже неинтересны. А если про похудание, так это вообще не их тема. Сафар-обезьяна, я завидую твоей большой искренней любви к потенёхонькой Ольге. Такой, какая есть, и никогда не будет другой. Василий Новак это написал как Стёп. Я сначала прочитала Василий, но фамилию не дочитала, да, и думаю, Сафар-обезьяна, я завидую. Думаю, офигеть, есть мужчины, которые завидуют. Но прочитав про потенёхонькую, я всё поняла. Василий, вы их сделали своим комментарием? Оля, столько ядовитых комментариев, просто ужас. До чего у нас много злобных людей. Это что-то. Отправляйте таких в бан. Зачем портить себе настроение их гадкими высерами? Пусть остаются только добрые люди на добром канале. Смотрим вас с удовольствием. Да, добрые люди, лицемеры и со злом, которые желают Оле больше кушать, расти спереди и сзади и по бокам. И боятся задать какой-то вопрос. Ну, а в бана не отправляют. Отправляют. Только потом из бани распаренные, чистые б***ьи. Все идут ко мне. Да, и это правда. И я рада, что люди открывают глаза. Оль, побольше отправляй в баню. Побольше! Тогда у меня будет гораздо больше подписчиков. Ну, и о тебе будут узнавать всё больше и больше, кто ты есть. В общем, ребятулечки мои, я буду заканчивать. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну, и как всегда, желаю каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, мои хорошие, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока!